В начале февраля на месте будущей компрессорной станции «Русская» начались масштабные работы, которые предполагают частичное изменение рельефа местности. Более 10 экскаваторов с раннего утра до поздней ночи выравнивают площадку, которая в дальнейшем будет залита мощным слоем бетона, дабы уменьшить шум и вибрацию от работы оборудования. На компрессорной станции «Русская» будет установлено 14 газоперекачивающих агрегатов «Ладога-32». Первые 7 агрегатов планируется доставить в Анапу в 2013 году, следующие 7 – в 2015. Станция «Русская», которая станет головной компрессорной станцией морского участка газопровода «Южный поток», будет самой мощной в мире. Проектируемая мощность станции – 448 мегаватт. И для обслуживания всего этого оборудования потребуется не одна сотня работников. Новые рабочие места и налоги получит курорт. Определены перечень профессий, которые будут необходимы в дальнейшем при эксплуатации газокомпрессорной станции. А это именно, я даже могу сказать, может кто-то и это услышит, и будет интересно, чтобы люди начали заранее готовить себе специальности, где можно потом работать и долго создавать трудовые династии. Это машинист технологических компрессоров, слесарь по ремонту технологических установок, линейный трубопроводчик, электрик-слесарь и слесарь КИП. Это те специальности, которые в будущем будут необходимы. На сегодняшний день на первом этапе необходимы большегрузные автомобили для вывоза и подвоза грунта, а в дальнейшем бетонщики. Квалифицированные, классные бетонщики. И здесь будет зеленая дорога для всех. Десятки грузовиков ежедневно вывозят сотни тонн грунта. Каждый из них весит около 40-50 тонн. Нагрузка ложится на слабенькую, не рассчитанную на такой вес сельскую дорогу, которая не так давно была отремонтирована. Теперь она больше похожа на карьерную второстепенную, а не на главную сельскую. Соответствующее письмо по этому поводу уже отправлено руководству подрядной организации. Руководству выставлены требования по строительству объездной дороги вокруг Айкадзора, протяженностью около 9 километров, для освобождения села от большого потока грузового транспорта. Строительство этой дороги позволит в дальнейшем эксплуатировать ее даже по окончании строительства местным жителям. А по окончании всех ремонтных строительных работ самой газокомпрессорной станции должны провести капитальные ремонты улицы Шаумяна. Это и ливневка, это и полотно, и тротуары тоже. Треть жителей села Гайкадзор, а также соседи из Варваровки и Суко, сегодня свои дома отапливают дровами и углем. Южный поток даст не только недостающие резервы, но и улучшит качество поставляемого газа в Анапу. Сейчас Анапа – тупиковый город в газораспределительной сети Кубани. К нам на курорт доходит газ низкого качества. С вводом в работу станции «Русская» наш курорт и соседние муниципалитеты смогут получать газ самого высокого качества. Кроме того, дополнительные мощности поставок газа дадут возможность провести газ в свои дома жителям Кубани. В первую очередь голубое топливо придет в горные села Анапы, Варваровку и Суко. Для этих курортных сел наконец-то зажжется голубой свет в конце тоннеля. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа-Регион.